Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожаловать в игру ProSake Manager уже 2021 года. И да, я, как обычно, проспал все полимеры, потому что очередной раз за этот год заболел и пропустил два дня с того момента, как вышла эта игра. Как бы, типичная для меня ситуация. Поэтому решил обзор уже не пилить, потому что, ну, конечно, он хоть поднёт, но не так сильно, как мне бы хотелось. Поэтому от этой идеи я отказался и решил сразу начать играть в тот режим, который будет у нас в этом году, кстати говоря, основным. Потому как режим за одного гонщика меня вообще не интересует в этом году, ибо никаких нововведений там нет. В этом режиме, конечно, тоже практически ничего не поменялось, однако добавилась какая-то там система целей. Поэтому будем покорять режим карьеры. У нас с вами два года я пытался снимать карьеру за команду на свой канал, но что-то как-то особо не получалось. Вот в этом году я решил прям твёрдо, что вот это будет основной формат. Посмотрим, как он вам зайдёт, посмотрим, будет ли мне интересно. Но я думаю, что игра за Газпром Русвела нас с вами затянет. Кстати говоря, именно эту команду мы с вами возглавили, как вы, собственно, видите по нашему главному экрану. Итак, собственно, что же у нас тут с вами поменялось? Да, особо-то на самом деле ничего. Ну, как бы, разве что какие-то полосочки добавились на нашем автопланере. Но с этим мы будем разбираться попозже. Сейчас же давайте постепенно перейдём к команде. Здесь вы видите наш состав. Конечно, да, составчик у нас возрастной. Составчик у нас довольно-таки лоу-рейтовый. Из лидеров, конечно же, можно выделять Ильнура Закарина. 74 рейтинг у него. 31 год уже Ильнуру. Ё-моё, я же его ещё помню молодым и перспективным гонщиком, который возил Пурита Родригеса. Статы, конечно, у нас печальные. Особенно, конечно, выделяется Даунхилл 54. Ну, собственно, мы с этим как-нибудь будем бороться. Вячеслав Кузнецов, разумеется, наш основной спринтер. Наш главный специалист по классикам, как я понимаю. 73 булыга у него. И, в принципе, вот на них нам нужно делать основной акцент. Предсезонная подготовка у меня у всех ребят будет стоять на высочайшем уровне. Потому что, я не знаю, зачем можно ставить более низкую. Как бы, всегда ставишь на самую высокую. Они у тебя к любой гонке сразу готовы. Готовы. Собственно, давайте дальше отправляться. Наша задача сейчас посмотреть, получим ли мы приглашение на гонки про-тура. И дальше уже разбираться с нашим календарём. Собственно, пришли нам наши сообщения, что на Пари Рубе, на Флэш Волонь, на ТДФ, понятно, я даже не запрашивал, на Критериум Дефине, на Льеш Бастонь Льеш, на Паришницу. Нас с вами не берут. К сожалению, нет нас в списке. Если вы не верите, можете поставить на паузу и проверить. Собственно, к сожалению, нас туда не пригласили. Почему, я не знаю. Но, ладно, давайте стартовать нашу первую гонку. И здесь у нас Вольта Сайклиста Эмма Льорка. Мы отправляем туда сильнейший состав из шести, кстати говоря, гонщиков. Почему из шести, я вам потом объясню чуть-чуть попозже. Как вы видите, лидером у нас отправляется Эльнур Закарин. А на первом этапе в списке фаворитов есть Марка Каннела. Наш один из, скажем так, спринтеров. Одна из наших надежд в спринте наравне с Эмерио Цимой и Вячеславом Кузнецовым, соответственно. У Каннела 70 спринт. И, в принципе, в такой компашке он может даже пободаться за итоговый успех. Собственно, с ним едут в этой гонке, как я уже говорил, Эльнур Закарин, Сергей Чернецкий, Артем Ныч, Роман Крейцегер и Матиас Вацак. Ну, либо же Васек, как я его зачастую буду называть. Почему, собственно, шесть гонщиков? Потому что планировал я, конечно, привезти сюда нашего самого сильного спринтера. Как я уже сказал, сильнейший состав, в принципе, планировался. Нашего сильнейшего спринтера Вячеслава Кузнецова. Однако, я обнаружил, что впереди будет Турмалайзи, который пересекается с Вольтой Соклистой Демальоркой на один день. Из-за чего не получится использовать Кузнецова и там, и там. А у меня на Вячеслава есть планы на второй гонке. И, как вы видите, Марко Каннелло, в принципе, справляется со своей задачей и выигрывает для нас первую же нашу гонку. Ну, вернее, первый же этап на нашей первой же гонке. Вторым приезжает Жюлен Алофилипп, третьим Роман Харди. Кстати говоря, недалеко и Чернецкий, и Закарин. Что для нас тоже будет, я думаю, очень важно в борьбе за спринтерскую классификацию. Потому что здесь, в принципе, спринтеры ее не должны выигрывать. И должны выигрывать люди по типу Алофилиппа. Что же, первая гонка и первая же победа. Сразу же Марко Каннелло размочил наш счет. Долго мы ждали победы в Катюше. Здесь же ждать, к счастью, не пришлось. Что же, давайте отправляться на следующий этап сразу же, без промедления. Второй этап. И вот здесь будут, конечно же, основные разборки. Наряду с третьим этапом, как я думаю. Но вот здесь нам нужно с вами показывать, чего мы стоим. Ильнур Закарин здесь должен иметь прекрасную форму. Собственно, плюс два сегодня у Ильнура. Плюс один у Сергея Чернецкого. Что тоже очень важно. Потому что он будет предпоследним колесом у нас. Роман Крюцикер, к сожалению, даунгрейднулся. Перед самым началом вольта-сайклисты до Мальорки. Ну, что поделать. Человеку уже 34 года. И в самом начале сезона, к сожалению, он словил даунгрейд. Но вот Матиас Фацак, наоборот, прокачался немножечко. У него были все статы по 55. Сейчас некоторые по 56 у него есть. Примаш Роглич, кстати говоря, присутствует на этой гонке. Здесь, в принципе, собран, ну, если не весь свет, то довольно-таки большая часть элитных гонщиков, с которыми нам с вами предстоит тяжело довольно-таки бороться. Ну, что же, мы готовы. Мы заряжены. У нас лидеры в плюсах. Поэтому сегодня от них можно чего-нибудь ожидать. 7 километров остается до финиша. Перемещаемся мы настолько близко, потому что, ну, вряд ли бы нас, конечно же, высадили с таким сильнейшим-то нашим составом где-нибудь раньше. Даже вот на той же вершине второй категории не было никаких шансов у наших оппонентов. Вы видите, что немножечко подустал Эльнур Закарин. Во многом это связано с тем, что большая часть дороги до этого была под спуск, где ему приходилось, к сожалению, догонять наш поезд. Сдает смену Артем Ныч. Пошел Роман Крюйцегер. Подупали, конечно, его статы Монтайн и Хилл. Были они чуть-чуть получше. Однако, сейчас это не самое главное. Главное, сейчас он прекрасно нас развозит. 3 километра остается. Начинается восхождение до Миродом. Дескалумье. Ну, что же, Крюйцегер в 95-м темпе пошел. Готовится принимать смену Сергей Чернецкий. Эльнур Закарин пока что уверенно держится третьим колесом. Сдает смену Крюйцегер. И тут же садится блокировать. Возможно, поползновение на колесо Закарина. Сейчас он будет таким нашим щитом живым. Чернецкий отлично вывозит. Километр остается до финиша. Сейчас будет сдавать смену уже и Сергей. Эльнур немножечко сейчас потерял импульс. Но на 95-м темпе сейчас тоже выгребает. И сейчас будет бороться за вторую нашу победу на этапе. Но, что-то мне кажется, что Дилан Тюйнс из Бахарина Мериды немножечко впереди. И да, Тюйнс выигрывает этот этап. Второй у нас Эльнур Закарин. Третий Жюлиан Аллофилипп. Четвертый Микелиланда. Сергей Чернецкий заезжает пятым. Отличный развоз мы с вами показали. Командная работа на высоте. Ну, собственно, это наша главная сила, наверное, в этой карьере. Именно командная работа. Хороший развоз. Потому что по статам мы оппонентам очень сильно уступаем. А в генералке сейчас Эльнур Закарин идет на третьем месте. Уступает 4 секунды Жюлиан Аллофилиппу. Дальше Дилан Тюйнс. Идет в одни ноги, скажем так, со французским чемпионом мира. В спринтерской классификации, кстати говоря, Эльнур также высоко. Тут же недалеко и Марк Каннелла, и Сергей Чернецкий. Что же, давайте отправляться дальше, что ли, потихоньку. И третий этап, где наша задача просто продержаться, потому что здесь много набора высоты. Здесь очень много спуска, что опасно для Эльнура. И нам нужно его максимально поберечь. Что же, в очередной раз у нас неплохие статы сегодня у Эльнура. Хорошо себя чувствует Артем Ныч, плюс 3. Получает Артем, и я с удивлением для себя обнаружил, что он уже не ездит в U25 категории. И, казалось бы, еще вчера он был молодой и перспективный юнец, которого называли одним из главных дарований. В нашем велоспорте сейчас Артему Нычу уже, судя по всему, 25 плюс лет. И он, судя по всему, сегодня нашим предпоследним колесом будет Сергей Чернецкий. Сейчас будет стараться накрывать атаку Виннера Анаконы. За которым также сейчас будет устремляться 13 номер из Юмбовисм. К сожалению, не вижу, кто это. Нет времени отвлекаться. Пошел Декёник накрывать атаку. Это Джеймс Нокс. Тут же еще Ажи Дузер работают на Бенуа Коснефруа. И вот он сам, Коснефруа, по 91 номерам. Чернецкий смену сдал. Сейчас будет садиться на колесо к Закарину. Немножечко подзадерли нас здесь. И вот сейчас не дают проехать нычу. Очередная атака из пилотона. Но далеко не уезжают. Это Найра Кентана. След за ним устремляет сейчас Жулиан Алла Филипп. 4 километра остается до финиша. И сейчас мы пытаемся не отстать от этой группки. Кентана по-прежнему везет всех. Алла Филипп накрывает и из-под него пытается сейчас атаковать. Тут же представитель Бахрайн Мериды, который пытается сработать на Дилан Теньца. Но, кстати, самого Диланта это пока что не видно. Артем Ныч сейчас в 95-м темпе. Развозит Эльнура Закарина. Начинается финишное ускорение. Ныч развозит. Закарин дальше открывает свой спринт. Тут же Сергей Чернецкий недалеко. У него тоже спринт неплохой. Но в итоге Жулиан Алла Филиппа накрыть, судя по всему, мы не успеем. Отличная атака от Жужу. Мы снова вторые. Чернецкий еще и третье место увозит нам в актив. И пока что на этой вольте Моль-Йорке мы себя показываем просто великолепно. Артем Ныч заезжает в 15 сильнейших. В реальности, я думаю, это было бы отличное выступление для Газпром Русвела. Что же, второй и третий. Сейчас Закарин и Чернецкий. Чернецкий должен сейчас подниматься в генеральной классификации. Да, он уже на пятом месте сейчас идет. И это неплохой шанс для нас увезти с испанской земли два места в топ-5. Закарин, я думаю, со второго места уже никуда не денется. Ну, а Чернецкий там тоже на пятом должен где-то неплохо держаться. Что же, Чернецкий рад хорошему результату. Мораль, конечно, у него не поднялась, к сожалению. Но что уж поделать. Ну и вот, собственно, тот самый тур Малайзи, про который я говорил. Восемь этапов, всем из которых спринтерские. И как я мог сюда не привести нашего лучшего спринтера Вячеслава Кузнецова. Здесь мы с вами будем бороться в основном, конечно, с представителями команд Континенталь Про. Но есть и ребята с Про Тура. Ребята довольно-таки опасные. Мы видим в майке чемпиона Португалии. Из команды УАЭ это Руй Кошта. Чемпион мира. Так что, ну... Вы сами понимаете, этот человек чемпион мира. Как бы случайных чемпионов мира не бывает. Кроме Матса Петерсона. Ладно, шутю, шутю. Ни в коем случае не принижают дослуги Матса в той сумасшедшей дождливой гонке. Ну и что же, начинаются потихонечку развозы. Вы видите, как развозят своих гонщиков Аркеа Самсик. И неизвестная мне команда из то ли Континенталь, то ли Континенталь Про Дивизиона. Но мы начинаем развозить еще более активно. Симона Веласко у нас сейчас занимается этим вопросом. Следом вступит в дело Евгений Шолунов. Шолунов сам, кстати говоря, если будет в хороших кондициях, может выступать предпоследним колесом для Вячеслава Кузнецова. Но сейчас он готовится сдавать смену для Эмерио Цимы. Начинает раздавать Цима этап. Аналогичный первому этапу на Вольце-Сайклисте де Мальорке. Мы его проехали тогда хорошо. И сейчас Вячеслав Кузнецов, как и спрощиво, летает на финишную прямую и одерживает увереннейшую победу на первом этапе Тура Малайзии. Вторая победа для нас у руля Газпром Русвела. И это за четыре этапа. Так что, как бы, уровень, уровень. Даром, что ли, я четыре гран-тура уже выиграл против ботов. Ну, неважно. И сразу же мы отправляемся на Вольт-Мальорке. Я забыл записать подводочку. Как бы, ну, это моя тема. Я виноват, признаю. Ну, как бы, бывает. Что уж поделать. Собственно, у нас здесь очередной спринтерский этап и очередной шанс для Марко Каннеллы показать себя в наилучшей своей вот этой вот красе. Как бы это сказать? По-русски-то более... Не знаю, короче. В общем, Марко сейчас должен себя хорошо показать. Я в него верю. Вот. Собственно, Артём нынче сейчас у нас занимается развозом. Спринтовать первым колесом перед Марко Каннеллой будет Сергей Чернецкий. Нынче сейчас немножечко... Слишком активно у нас начинает развозить. Боюсь, закончатся у него силы слишком заранее. 95-й там, поэтому мы выставляем Сергея Чернецкому. На всякий случай, если ему придётся перед спринтом ещё немножечко расстояние покрыть самостоятельно. Что же, развозит Ажидузер. И последним колесом там сидит Коснефруа. Тут же Аллафилипп недалеко. Тут же Альпицин Феникс от них тоже. Можно ожидать чего угодно. Самая сильная команда Континенталь Про, как-никак. Что же, нынче сдаёт смену. Пошёл Чернецкий. Начинает уже открывать спринт команды наших соперников. Ажидузер это и делает. Вывозят они Коснефруа. Но Каннелла банально побыстрее будет. И Марко Каннелла приносит нам третью победу в этом выпуске. Я, блин, слишком урожайно даже получается, как мне кажется, для начала. Закарин девятый, Чернецкий десятый. Я думаю, они свои места в генеральной классификации не потеряют. Крёйцы, Герой Вацик сейчас где-то там должны отъехать. Надеюсь, они не в отвале. Нет, они вместе с нами доехали. Аллафилип был третий. И он выигрывает, собственно говоря, генералку. Дальше у нас Ильнур Закарин и Дилан Тёйнс. В спринтерской классификации наши заняли три высших места. Но после первого, к сожалению. И, в принципе, я могу счесть этот результат для нас приемлемым. И очень даже таким хорошим. Ну, а от вас тоже сейчас будет требоваться, скажем так, небольшой интерактивчик. Собственно, вы будете мне помогать как ассистенты главного менеджера. Что от вас будет требоваться? Я до сих пор не знаю, в каком русле развивать нашу команду. То есть, Газпром Русвелла изначально был чисто русской командой. Потом мы пригласили итальянцев в наш состав. Это Циму и Каннелу, по-моему. Если я не ошибаюсь. Сейчас итальянцев у нас прибавилось. Еще, по-моему, на одного. Это Симона Веласко к нам добавился. И, собственно, потом пришли Антон Кузьмин из Казахстана. Роман Крёвицегер из Чехии. Матиас Вацак из Чехии. Так вот, в чем вопрос. Как следует развиваться Газпрому? У нас есть три варианта. Собственно, первый вариант. Мы делаем Газпром снова чисто русской командой. Что у нас, собственно, получается, исходя из этого? Извиняюсь, я все еще болею, если что. Так вот, что у нас, собственно, из этого выходит? Мы отказываемся от услуг всех иностранцев. Иностранцев создаем себе школу Ю-23. Ну, вернее, команду Ю-23. Но это уже будет в следующем сезоне. И набираем на трансферном рынке во время, собственно, периода трансферов исключительно русских гонщиков. Какие плюсы? Мы будем ездить только за своих, за наших, за русских людей. И, как бы, будем гордиться их успехами или неудачами. Будем расстраиваться вместе из-за их неудач. Вот. Также плюсом будет являться то, что, в принципе, у нас сейчас есть довольно-таки сильное горное поколение. И мы можем за чисто русский состав попробовать выиграть гран-тур. То есть тот же Александр Власов, тот же Павел Сиваков, еще не уходящий никуда Эльнур Закарин, Сережа Чернецкий, Артем Ныч. В принципе, все они могут как-нибудь, при каком-нибудь раскладе, попробовать затащить гран-тур. Прикиньте, да, гран-тур за чисто русскую команду. Но есть и, разумеется, минусы. То есть мы явно станем слабее, потеряв Каналу, Циму, Веласко, Крёй Цигера того же. Мы явно станем слабее и будем работать очень и очень в долгую. То есть это может растянуться, ну, этот процесс может растянуться на долгие-долгие сезоны. Поэтому смотрите, хотите ли вы такое видеть. Второй вариант. Мы продолжаем вектор того, что Газпром это русская команда, в которой гоняются еще и наши партнеры, то есть итальянцы, которые, на территории которых у нас, собственно, есть база. Как многие знают, что у Газпрома Сивела есть база в Италии. И мы будем приглашать русских, соответственно, в команду и итальянцев. Какие плюсы есть здесь? Собственно, все те же самые плюсы, что и до этого в чисто русской команде. Но еще мы с вами будем покорять итальянский рынок, что тоже немаловажно. Потому что итальянцы довольно-таки сильные в ПЦМе. У них хорошие юниоры подрастают. Ну, именно, опять же, в ПЦМе созданные игрой. И мы с вами сможем развивать команду довольно-таки быстро. Ну и третий вариант. Максимально быстрое развитие за счет приглашения неограниченного количества иностранцев. И из неограниченного пула стран. Какие плюсы здесь? Мы с вами очень быстро разовьемся и достигнем главную цель этой карьеры. То есть, главная цель этой карьеры – это участие в Тур-де-Франс. Потому что в Газпромовце участвовали и в Джиро, и в Уэльте. И даже одерживали победы на этапах. Но вот сейчас мы хотим поучаствовать в Тур-де-Франс. Для этого надо стать командой ПРО ТУРа. Либо же Альпицин Феникс. Ну, как бы тут два варианта. Всего лишь. Для этого нам нужно с вами развиваться. Для этого нам нужны с вами трансферы. Нам нужны громкие имена. Поэтому Думайте. Вы мои ассистенты. И только вам решать, как в итоге наша команда будет развиваться. Собственно, если вы выбираете первый путь, то так и пишите в комментариях, Николай. Первый путь – потому-то, потому-то, потому-то. Второй путь – то же самое. Второй путь – потому-то, потому-то, потому-то. Третий путь – опять же, расписывайте почему. И предлагайте, кого можно подписать. То есть, этот путь интересен еще и тем, что вы сможете мне, если что, советовать потенциальные трансферы в нашу команду. Ну, собственно, на этом я с вами буду прощаться. Итак, я немножечко затянул уже этот выпуск на вот этом вот последнем экране. Собственно, спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Я пошел наигрывать для нее эпизоды, потому-то, потому-то, большую часть гонок до у Аэ Трофи вы не увидите. Ну и, собственно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok